Совместное производство Эльзиверфилмс Европа Корп. При участии Франц Телевизион. Фотографом я стал здесь, в Кении. Я был неподалеку от Великой Рифтовой долины, необъятного коридора, что разделяет напополам Восточную Африку. Там как раз обнаружили останки Люси, нашего древнейшего предка. Она жила там 3 миллиона лет назад. Мне исполнилось 30, и мне казалось, что я у истоков нашего возникновения. А жил я тогда в самом сердце страны с самым крупным поголовьем животных во всем мире. Я и моя жена Анна решили остаться в национальном парке Моаса и Мара и собирать материал для диссертации о поведении львов. На берегу реки мы построили дом. А жили на деньги туристов, которым я с воздушного шара показывал заповедник. Три года мы провели рядом с Львином Прайдом. Тогда меня интересовало только это. Но очень скоро я сменил блокнот и ручку на камеру. Фотография, в отличие от текста, сообщает информацию совсем иного рода. Так и вышло, что я хотел стать ученым, а стал фотографом. И все благодаря этим животным. Именно они меня всему научили. Я приспособился снимать с воздушного шара. Неспешность полета дает время, чтобы выбрать подходящий объект и к нему приблизиться. А потом так же неторопливо подняться и обозрить ландшафт. Я обнаружил, что сверху земля кажется покрытой графическими знаками. И понял, насколько важна для зверей хорошо знакомая местность. Когда через много лет я вернулся в Кению снимать фильм «Дом», то диких животных, живущих на воле, а не в заповедниках, уже почти не было. За истекшие 30 лет здесь осталось лишь 5% от прежнего числа жирафов. А когда мы стали снимать гиппопотамов, их внесли в список животных, которым грозит вымирание. Слонам уже некуда было мигрировать, так что рано или поздно они тоже погибнут либо на фермерских землях, либо напоровшись на ограждение из проволоки с электрическим током. В сущности, все заповедники только обман. Просто большие зоопарки с несколькими видами животных на грани вымирания. Почему? Да потому что постепенно исчезают исконные места их обитания. Самые удачные съемки животных нам удавалось сделать в Южной Африке в болотистых низинах реки Акованга. Она доходит до самой пустыни, образуя обширную дельту. Этот регион прекрасно сохранился. Там у людей еще есть свое место. Сейчас уже ясно, что ни к чему создавать заповедники, где животные отрезаны от своей привычной среды. Кения. В них нет никакого смысла, ведь не берутся в расчет живущие там люди. Я летаю над землей вот уже 30 лет, и эти путешествия меня многому научили. Я видел крестьян на полях, их отработанные движения, и узнал, что большинство людей до сих пор обрабатывают землю вручную. Чайные плантации в Кении. Удивительная цветовая гамма из разных оттенков зеленого. При аэрофотосъемке кажется, что они нарисованы. Вот то, что я люблю и всегда буду искать. Но в своей работе я постоянно сталкиваюсь с неразрешимыми парадоксами. Взять, к примеру, эти оранжереи рядом с озером Найваша. Они обеспечивают цветами всю Европу, до которой 6 тысяч километров. Для их перевозки нужны самолеты, для выращивания пестициды. Из-за этого в озере загрязняется вода, которую, кстати, нещадно выкачивают, чтобы их поливать. Для экологии серьезный вред. Зато у населения есть работа. Пусть плохо оплачиваемая, но она все-таки есть. В результате растет количество трущоб. Этот трущобный квартал в Найроби – самый крупный в мире. Покидая эту страну, я и не думал, что когда-нибудь буду снимать города и людей. Но в наше время интерес к природе подразумевает интерес к человеку и его воздействию на планету. Танзания В Танзании, у кенийской границы, мне захотелось снять эти вулканы. Густой дым вулкана Ленгай, воссоздавший картину рождения нашей Земли. Гору Килиманджаро я узнал не сразу, ибо живописное таяние, ее якобы вечных снегов – явный знак изменения климата под влиянием человека. В Кении я видел то, что для меня крайне важно – утрату биологического разнообразия, глобализацию сельского хозяйства, стремительный рост населения и его обнищание, изменение климата и, прежде всего, красоту этого мира. Гору Килиманджаро Начнем с Исландии. Ее пейзажи меня покорили. Такое чувство, будто видишь красоту в ее первозданном виде. Это самое древнее место нашей планеты. Поверхность Земли здесь в ее изначальном неорганическом состоянии, почва еще не сформировалась. В цветах и очертаниях скал, в разнообразии текстур и материалов я по-прежнему искал географические образы и схемы. Земля Исландии только что вышла из огнедышащих недр. Ее породили вулканы и застывшая магма. Ее, словно скульптуру, ваяли снег и лед. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь я запечатлел на пленку самые удачные образы рек, которые так напоминают вены и артерии нашего тела. Я хотел показать, что реки, растения, звери и птицы, как и мы, подчиняются одним и тем же простым принципам, в основе которых физические законы нашей Земли. Чтобы понять этот мир, необходимо вернуться к его истокам. Субтитры создавал DimaTorzok Самое главное в моей работе – уловить красоту. Она зовет, она побуждает к действию. Этот ледник запечатлелся в моей памяти, словно живая картина. Когда я к нему приблизился, я не поверил глазам. Он весь был покрыт вулканическим пеплом, словно причудливой сыпью. Пепел рельефный оформил поверхность льда, четко разграничил контуры и тени, как будто я видел рисунок углем на белой бумаге. В Исландии физически ощущаешь, как в недрах бурлит подземная жизнь, готовая вырваться наружу и завладеть всем миром. Здесь нам удалось запечатлеть дикую, неистовую красоту исландской природы, ресурсы которой население использует разумно и в облако. Вся страна получает тепло и электричество из мощного источника энергии, таящегося под землей. Антарктида. На противоположной стороне планеты раскинулась Антарктида. Необъятное и стерильное пространство. Гигантская масса льда толщиной в несколько километров, площадь которой в 25 раз больше Франции. Вместе со льдами Северного полюса Антарктида уравновешивает колебания земного климата. Это континент крайностей, людям тут осесть никогда не удавалось. Я считал отснятый здесь материал уникальным, и было очень жаль, что он не подходил для фильма «Дом». Антарктида не покрыта льдом только в одном единственном месте, в Сухой долине. Именно здесь находилась тренировочная база американских астронавтов перед их отправкой на Луну. Это самое сухое и самое ветреное место на планете. Здесь минимальное количество живых организмов, потому его и назвали Сухой долиной. Ветер тут такой сильный, что снег не может удержаться на поверхности Земли. Долгое время считалось, что льдам Антарктиды таяние не грозит, но теперь все изменилось. Даже здесь заметны признаки климатических изменений. Ледяные поля, что окружают полюсы и защищают необъятные ледники, постепенно приходят в движение. И мы уже знаем, почему это все происходит. Китайская Народная Республика. В Китае, например, каждую неделю открывают две новых тепловых электростанции, работающих на угле. Китай на первом месте в мире по выделению в атмосферу газов, разрушающих озоновый слой. Но Китай — это оплот всей мировой торговли, и его стремительный рост поражает воображение. А его население, самое многочисленное в мире, запускает двигатель мирового производства. В Шанхай со всего мира привозят миллионы тонн сырья. Всего за несколько лет стало ясно, что три из пяти самых крупных портов мира — в Китае. Каждый день с этих судостроительных верфей сходят новые суда. А вам известно, что самый крупный город в мире — тоже в Китае. 34 миллиона жителей, более половины населения Франции в одном только городе. Однако мало кто знает, как он называется. Это Чунцин. Когда я снимал это на камеру, я глазам своим не верил. В Китае могут закрыть автостраду ради того, чтобы сушить кукурузу. Это означает, что нет ничего важнее пищи. Мы мало что знаем о Китае. Это страна контрастов, и я всегда мечтал тут поснимать. Долгие годы Китай был для журналистов закрыт. Для меня, фотографа, он тоже оставался запрещенной территорией. Аэрофотосъемка приравнивалась к шпионажу, и мне понадобилось 20 лет, чтобы получить на нее разрешение. Однако все, что мы снимали, проверяла служба военной разведки. Редкая привилегия – пролететь над Великой Китайской стеной. Это самое крупное сооружение в мире. Она тянется на 8800 километров. Для сравнения, 8800 километров – это расстояние от Парижа до Сан-Франциско. Китайцы строили и перестраивали эту стену в течение двух тысяч лет. Но, глядя на нее, я не мог не думать о тех 10 миллионах, что погибли на ее строительстве. 10 миллионов. Да, несомненно, это величайшее сооружение, но это еще и самое большое кладбище во всем мире. Субтитры создавал DimaTorzok Если смотреть сверху, никаких границ не существует. Южная Корея. Меня всегда завораживали стены, которые мы возводим. В этом лесу, например, скрывается почти непроходимая граница. Это демилитаризованная зона. Вот уже 50 лет она отделяет Южную Корею от Северной. Ее еще никогда не снимали. Военная разведка конфисковала у нас 70% отснятого материала. 240 километров колючей проволоки. Все подступы заминированы, а тысячи солдат охраняют эту зону днем и ночью. По одной ее сторону недоступная и нищая страна, по другую — страна, которая открылась миру и разбогатела. Миллионы северных корейцев мечтают об экономическом чуде по ту сторону границы и хотят воссоединиться со своими семьями. Я видел, как корабли производят сотнями. Это одна из самых крупных судостроительных верфей мира. За богатство приходится платить загрязнением окружающих. Столица Кореи, Сеул — один из самых загрязненных городов мира. Непал. Кто бы мог подумать, что с этим мы столкнемся даже здесь, в Непале, в самых высоких горах, где воздух, казалось бы, должен быть чистым. Пока мы проводили эти съемки, ученые доказали, что на вершинах Гималайского хребта воздух такой же загрязненный, как в наших городах. Причина этого феномена — потоки атмосферного воздуха, которые задерживаются горами. Но самые высокие вершины мы снять не смогли. На вертолете можно подняться только на 5500 метров, но даже на этой высоте приходилось пользоваться кислородными масками. Я хочу поговорить об изменениях климата и о влиянии этого явления на запасы воды на планете. Ученые считают, что еще до 2035 года большая часть этих ледников может исчезнуть. То есть через 25 лет. Это кажется невероятным, ибо они — источник воды для всех крупных рек Азии, а от нее зависит жизнь почти двух биллионов людей, которым вода необходима для орошения полей. Я впервые приехал в Непал 15 лет назад, когда об этих проблемах еще не было и речи. Помню, тогда я был очарован тем, как люди выровняли горные склоны для выращивания урожая. Каждый раз, когда я пролетаю над ними, я не могу не думать о том, что 98% крестьян до сих пор обрабатывают землю либо вручную, либо с помощью животных. Если эта цифра не отложится в вашем сознании, вы не сможете понять этот мир. Индия. Когда я приехал в Индию, я хотел показать, что катастрофа уже близко, ибо воды уже не хватало. Здесь мне снова довелось увидеть тяжкий труд крестьян. Женщины берут воду из источников, до которых нужно добираться несколько часов. Интенсивное развитие сельского хозяйства в 60-е годы прошлого века спасло страну от голода, но при этом истощило подпочвенные воды. Чтобы достать воду каждый год, приходилось копать все глубже и глубже. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда колодцы высыхают, здесь начинают рыть водоемы, чтобы собирать дождевую воду, когда вступят в права период дождей. Я был просто шокирован, когда увидел, как все это происходит. Обратите внимание на размеры водоема. А теперь взгляните, кто его копает. Женщины, голыми руками. Мы в своем мире просто забыли о том, насколько важна вода. Помню цвета Индии. Всегда ослепительно яркие. Хлопковые предельния Раджастана, краски и тинктуры. Какое везение, я все это видел и снял. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Но за этим традиционным фасадом страна, вовлеченная в серьезные преобразования, и мы плохо ее знаем. К 2012 году численность населения в Индии будет больше, чем в Китае. Бомбей стал одним из крупнейших городов мира. Здесь процветает фондовая биржа, одна из самых сильных на планете. Все больше и больше денег, все больше и больше людей, и все меньше воды. Индонезия. В стране осталось мало деревьев. Я хочу заснять, как это происходит. Местные виды неумолимо вытесняются пальмовыми культурами, ведь они дают масло. В мире его потребляют больше всех прочих, и оно уже входит в состав многих продуктов. Я знал, что увижу нечто экстраординарное, но такого не ожидал никак. Участки земли, лишенные леса, сверху выглядят словно скелет. Я заговорил с одним рабочим с пальмовой фермы о том, что у них исчезают леса, гибнут орангутанги. А он мне сказал, вам легко обо всем рассуждать, сидя в вертолете, а я весь день на тракторе, мне семью надо кормить. Он меня пригласил с ним пообедать в его доме, что стоит прямо на реке. Вода в ней красно-коричневая от земли с ближайших холмов, ибо там уже нет леса, и она осыпается. В доме одна комната, там стоит телевизор с плоским экраном. Его жена кормит грудью младенца и смотрит американский сериал благодаря спутниковой антенне. Ее они купили в первую очередь. Я видел, что наш образ жизни служит для них образцом. Весь мир хочет жить, как я. Как мы. Что я мог ему на это ответить? Снова я столкнулся с парадоксом. С одной стороны равенство в потреблении, с другой сохранность природных ресурсов. Индонезийские пейзажи обязаны своей красотой этим вулканам. Такого их количества нет ни на одном архипелаге мира. А под ним пролегает один из самых активных разломов планеты. Он проходит через всю Азию. Помните последний цунами? Земля здесь движется. Но тут страшны не только землетрясения, но и другие катастрофы. Этот вулкан появился в 2006-м. Тут его называют сокращенно Лю-Си. Лю- значит грязь, а Си от названия городка Сидарджо, близ которого он возник. Вулкан активизировался, и в город хлынули потоки грязи. Когда пырили скважину в поисках газа, нарушился подпочвенный слой и открылся подземный карман, в котором под сильным давлением были сжаты грунтовые воды. Они устремились наружу, неся с собой грязь. За те два года, что мы снимали фильм, от вулкана пострадали все города в округе. Никто не знает, когда перестанут течь потоки грязи и как их остановить. Таиланд. Здесь, в живописном заливе Пханг-Нга, неподалеку от Пхукета, я хотел снять сюжет об исчезновении мангровых деревьев, число которых на нашей планете за 100 лет уменьшилось вдвое. Леса мангровых деревьев. Они растут среди моря и волшебным ковром устилают побережье тропиков. Благодаря им тут много рыбы, и они служат прибежищем креветкам, моллюскам и малькам. С незапамятных времен эти леса давали людям все необходимое. Не только пищу, но также древесину, лекарственные снадобья, волокно для веревок. Мангровые леса были центром, вокруг которого формировалась их цивилизация и культура. В течение последних 25 лет изобилие этих вод спровоцировало возникновение индустрии креветок. Их тут миллионы. Чтобы они дольше оставались живыми, в воду добавляют раствор антибиотиков и постоянно насыщают ее кислородом. А процесс очистки еще больше способствует загрязнению окружающей среды. Креветочная индустрия – основной фактор, влияющий на исчезновение мангровых лесов. Готовые креветки теперь есть и на ближайших пляжах, и во всем мире. Оттуда в Таиланд стекаются туристы, и мы их тоже снимали. Коста-Рика. В девственных лесах Коста-Рики мы тоже встретили туристов. Эта страна – настоящий рай экологического туризма. Это самый разумный вид туризма. Он привлекает иностранную валюту и сохраняет природные ресурсы. Это кажется невероятным, но 5% биологического разнообразия планеты хранят леса Коста-Рики. Чтобы ощутить, как для нас изначально важны эти деревья, стоит увидеть их вблизи. Как нам, жителям городов, осознать, что мы всецело зависим от лесов, удаленных от нас на тысячи километров? В стволах, ветвях и корнях деревья запасают углерод, которого там больше, чем в земной атмосфере. Они служат посредниками в круговороте воды и питательных веществ. Уничтожая деревья, мы этот круговорот нарушаем. КОНЕЦ Я решил снять фильм о Коста-Рике, ибо эта страна, вопреки своей бедности, решилась идти иным путем развития. Идти к прогрессу, сберегая природу, и делать акцент на образовании, а не на вооружении. Да, Коста-Рика — единственная страна, которая решила не иметь своей армии. Но больше никто во всем мире не разделяет с ней ее утопические идеалы. Соединенные Штаты. Эти бомбардировщики я уже снимал в Таксоне в Аризоне. Они стояли там посреди пустыни, дожидаясь своего часа. Как визуальные объекты они занятны, хотя и безобразны. Как найти красоту в этих железных птицах смерти? Альберт Горр сказал, что денег, потраченных на войну в Ираке, хватило бы на то, чтобы в США на каждой крыше были солнечные батареи. Полет над США сулит богатство живописных образов. Хорошо это или плохо, но эта страна доминирует почти во всех сферах жизнедеятельности. И как символ свободы, и как торжество демократии, и как могучая военная держава. Эта страна самый крупный потребитель на планете. Но именно здесь основаны самые первые природные заповедники, как, например, Елоустонский национальный парк. Большой призматический источник, поистине волшебное место для аэрофотосъемки, ибо все эти невероятные краски видны только с высоты. А в настоящий момент США стали крупнейшим производителем альтернативных источников энергии. Взять, к примеру, Техас и Калифорнию. Это важнейшие нефтяные штаты, но именно они стали ведущими в использовании энергии ветра. А сейчас стремительно переходят на энергию солнца. Но все же эта страна держится на нефти и не может обойтись без нефти. А меня сейчас больше всего интересует энергия, ведь именно этой проблеме посвящен мой фильм дом. Разумеется, я понимаю, насколько нефть способствовала техническому прогрессу, которую еще не знала человеческая история. Но какой ценой? Эти скотоводческие фермы, кстати, снимать нам их не разрешили, существуют только благодаря нефти. Чтобы получить килограмм мяса, требуется два литра нефти. Если принять все это во внимание, становится ясно, что-то тут не так. А я уже знаю по опыту, если запрещают снимать, значит, есть какая-то проблема. Но невзирая на запрет, я делаю то, что должен, свидетельствую то, что вижу. При современных методах животноводства выделяется больше отравляющих газов, чем во всех транспортных средствах в совокупности. Здесь, как и везде, 60% зерновых идет на прокорм животных. Именно поэтому все, кто борется за экологию, убеждают нас есть меньше мяса. Я расскажу вам кое-что о хлопке в контексте процесса глобализации. С одной стороны, речь идет о фермерах, с другой об уничтожении природных ресурсов. Хлопок прежде всего нуждается в жаре и в воде. В США обширный водоносный горизонт Агалала обеспечивает водой почти треть хлопковых плантаций. Но так как вода для полива нужна постоянно, уровень воды в ней уменьшается и может иссякнуть. Всюду одно и то же, что в США, что в Индии. США на первом месте в мире по экспорту хлопка. Но его производители, постоянно увеличивая посевную площадь, не получают при этом прибыли. И правительство США каждый год тратит миллиарды долларов на субсидии и дотации. Однако в США фермер за день зарабатывает столько, сколько африканский фермер за целый год. Буркина-Фасо. Здесь нет никакой системы ирригации, а климат для хлопка подходит идеально. Урожай собирает вручную. Вся семья принимает участие, ведь хлопок главное богатство этой земли. на мировой рынок поступает как тот хлопок, что выращен и собран вручную, так и хлопок из США, который получен при поддержке правительства, а продают их по одной цене. Хотя на производство африканского хлопка требуется в 2000 раз больше рабочего времени. И если рыночные цены падают, то хлопок так дешевеет, что африканским фермерам не на что кормит семью. И снова парадокс. По жестокой иронии африканский хлопок пересек весь мир, чтобы вернуться сюда в виде поношенной одежды. Second hand наш подарок Африки. Но беды, связанные с хлопком, здесь не кончаются. Казахстан еще одна страна, производящая хлопок. Казахстан. Зарплаты тут крайне низкие, поэтому во время сбора урожая школы закрывают, чтобы дети помогали взрослым. Здесь необходима обширная система ирригации. Хлопок из Казахстана, как и из других стран, использующих те же методы производства, может заполнить рынок, и цены тогда резко упадут. Поэтому в США и Европе фермеры получают субсидии, тогда как в бедных странах они нередко умирают от голода. Но мы еще не приняли в расчет экологические катастрофы. Некогда тут протекала река Сырдарья. Она впадала в Аральское море, но ее воды отвели на нужды ирригации. Река утратила половину площади водной поверхности, то есть 75% от общего объема воды. Трудно даже вообразить, что когда-то здесь был порт. вода отступила на 80 километров. Мы теперь такие могущественные, что можем опорожнить море, словно это ванна. Мы нередко получаем предупреждение о нависшей катастрофе, но мы не в состоянии ее себе представить, когда она уже случилась. Так и было тут, на Аральском море. Четыре года назад правительство Казахстана на деньги из международных фондов частично восстановило объем воды в реке и в море на самом узком участке поставили дамбу. Вода возвращается, а вместе с ней и рыба, причем даже быстрее, чем полагали ученые. Восстановительные способности природы просто поразительны. Я приехал сюда снимать фильм о катастрофе и был очень рад обнаружить нечто позитивное. Аргентина. Вода. Эта тема настоятельно требовала живописных образов и картин. Раз так, что может быть лучше водопадов Игуасо на границе между Бразилией и Аргентиной? Мы снимали там часами, очарованные, словно под гипнозом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Водопады Игуасо питаются водами северо-восточной Бразилии. Всего тут 275 водопадов. Чтобы их увидеть, сюда едут люди со всего света. Но есть тут одна маленькая деталь. В местных роскошных отелях нет оборудования для очистки сточных вод и их сливают прямо в реку в самом центре заповедника, хотя он и считается объектом всемирного наследия. Еще один парадокс — Бразилия. В Бразилии мы снимали место, где берет начало река Амазонка. Слева течет река Салемоэс, а справа — Рионегро. В Салемоэсе вода красноватая из-за обильных наносов почвы, а в Рионегро полно остатков сгнивших овощей и вода там черная. На протяжении многих километров воды этих рек, не смешиваясь, текут по общему руслу и в конце концов образуют Амазонку — одну из величайших рек планеты. Горная гряда отделяет Амазонку от величавых болот Панта-Натала. При аэрофотосъемке мы всегда ищем такие места ради потрясающего сочетания земли, воды и неба. Мы заранее знаем, зрелище будет великолепным. КОНЕЦ А еще мне вам хотелось это показать по той причине, что мало кто знает, как важны для экологии болота. Их форма, как у наших почек, и похожая функция. Эти островки, покрытые растительностью, подобны фильтровальным секциям, а каналы между ними словно кровеносные сосуды. И по своей структуре и по действию они, как наши почки, фильтруют и очищают. Всюду на нашей Земле я вижу единство живого. Нередко при аэрофотосъемке мы получаем причудливые картины, напоминающие объекты под микрофонами. Одни и те же повторяющиеся мотивы и в бесконечно большом, и в бесконечно малом. Россия. Сибирские пейзажи чем-то напоминают Панта-Натал, хотя они совсем иные. И все потому, что здесь под водой лежит лед. Замерзшая почва никогда не оттаивает. Это называют состоянием вечной мерзлоты. Но при ее оттаивании будет высвобождаться метан, который в 23 раза сильнее по действию, чем СО2. Ученые опасаются, что в ситуации глобального потепления это может произойти. В этом регионе сосредоточены основные российские запасы нефти и газа. Сверху хорошо видны газовые месторождения Сургута, откуда немалая часть газа поступает в Европу. Отсюда до моего дома несколько тысяч километров. И глядя на трубы газопровода, я думаю, как знать, может этот газ идет как раз туда. Болотная растительность постепенно формирует и листую поверхность. Она похожа на твердую почву, но вертолет тут не посадишь. Я никогда еще не видел такой необычной поверхности. Сибирь – один из регионов мира с самым высоким пределом изменения температуры. От плюс сорока градусов летом до минус сорока зимой. Такой низкой она и была, когда мы снимали на озере Байкал. Какое удивительное зрелище! Это самое древнее и самое глубокое озеро в мире и один из крупнейших водоемов планеты. Вода в озере такая чистая, что на глубине сорока метров все видно. Зимой из-за скачков температуры лед ломается, трескается, снова замерзает и получаются удивительные ледяные формы и узоры. Они накладываются друг на друга по всей поверхности озера. Я еще тут не летал. Это потрясающее зрелище. Словно подо мной черно-белая картина художника Паллока. Арктика. А вот еще один сюжет, связанный со льдом, но на этот раз мы гораздо севернее. Мы пролетаем над канадскими арктическими водами, где льда с каждым годом становится все меньше. В этих кадрах красота служит посланием. Ледяная поверхность уступает место темной воде, поглощающей лучи солнца, тогда как белоснежный лед вновь посылает их в небо. Море теплеет, и лед тает еще быстрее. В результате открываются новые пути, прежде казавшиеся невозможными. Дрейфующие льдины всегда блокировали северо-западный проход, который между Европой и Северной Америкой соединяет Тихий океан с Атлантическим. Теперь он открыт. Это судно одним из первых пройдет новым курсом. Именно здесь я осознал, насколько быстро меняется лицо планеты. Таяние арктических льдов радикально меняет маршруты торговых судов. В США уже столкнулись с последствиями климатических изменений. Ледяные поля — это их охотничьи угодья и средства коммуникации. Мы понимаем трудности, с которыми людям придется свыкнуться из-за таяния льдов. Им придется осваивать новые способы передвижения. Например, такой вот симбиоз катера и эскотера. Гренландия. 20 лет тому назад я уже снимал в Гренландии. Поразительно, но реки здесь стали полноводнее и их гораздо больше. Мы живем в эпоху крупномасштабных перемен. Я это ощущаю. Голубой цвет указан оказывает на самые древние ледники, которые утратили весь кислород под воздействием силы сжатия. Айсберги, дрейфующие по водам Гренландии, столь многочисленны, что порой причиняют неудобства, блокируя подходы к портам. Эти айсберги мы снимали часами. Было такое чувство, что передо мной уникальные произведения искусства, созданные ветрами. КОНЕЦ КАНАДА Крайний север, пространство неспешности. Здесь все очень медленно. Деревьям, чтобы вырасти, нужно сто лет. А это девственный лес Тундры. Самые первые деревья за Северным полярным кругом. Вдалеке, среди леса, разработка нефтяного месторождения, одна из самых грязных в мире. Это известный недавно построенный нефтяной завод с очень дорогим оборудованием. Он стоит на битумных песках Альберты в Канаде. Но в этих песках не бурили скважину. Нефть тут не выкачивают. Она застыла, взорвавшись в земной атмосфере несколько миллионов лет назад. Здесь открытая разработка. Эти огромные грузовики находятся в постоянном движении 24 часа в сутки, без выходных, и зимой, и летом. Они останавливаются лишь когда падают цены на нефть на мировом рынке, и ее добыча становится невыгодной. Местные защитники экологии считают это место зоной бедствия. Почему? Дело в том, что при экстрагировании в воздух, в воду и в почву попадают вредные химические вещества. Эти крайне опасные для жизни токсины, сульфиды и сольвенты нефтяных остатков остаются в песке. Но при вечернем освещении они начинают светиться и по блеску напоминают золото. И снова я столкнулся с парадоксом. Такой благородный вид, а ведь это чистый яд. А вот и доказательство. Видите, там красное пятнышко. Это чучело, чтобы отпугивать птиц. Птица, которая сядет на эту землю, непременно умрет. Нигерия. Снова нефть. В Нигерии она под землей. Я был рад, когда увидел в лесу эти факелы горящей нефти. В одном ряду и нефть, и ее источник растительность. Эти образы говорят сами за себя. Здесь немалые морские их месторождения нефти. По ее добыче Нигерия на первом месте в Африке. Там много ее месторождений, однако эта страна одна из самых бедных на планете. Я хотел показать, что нефть может стать настоящим проклятием. Как страна, столь богатая природными ресурсами, может опуститься до такой нищеты? Начинаешь снимать, имея какую-то цель. И ищешь, и вдруг прямо перед тобой возникает готовый образ, словно он тебя ждал. Он совершенно ясный, он говорит обо всем. На переднем плане местные жители в состоянии крайней нищеты. На заднем плане природные богатства страны их отсюда вывозят, а ее население 150 миллионов остается ни с чем. Неудивительно, что тут постоянно идет партизанская война. Богатства в этой стране не делятся. Так возник Лагос, ее столица. Это один из самых стремительно растущих мегаполисов в мире. Да, растет он быстро, но за счет чего? По числу трущоб он тоже займет первое место. Страна богата нефтяными ресурсами, но в ее столице минимальное число учителей и полицейских на душу населения. Все это типичные признаки грядущей катастрофы. Мали иной сюжет, иная Африка. Мали. Я люблю это место и люблю тут снимать из-за красоты местных людей и пейзажей. Мы пролетаем над платою Бандиагара в земле Дагонов. Пусть она и похожа на райский сад, это далеко не так. Жизнь тут суровая. Никаких признаков современности. Тяжелая, изнурительная работа. За водой нужно идти несколько часов. Эти женщины так заняты, что даже не заметили наш вертолет. Хотя здесь его едва ли кто-то видел. На этой земле перед нашими глазами живое прошлое. Дальше к западу, в центре пустыни, река Нигер петляет и разветвляется. Люди населяют эту дельту с очень давних пор. Древние цивилизации. По берегам рек стояли деревни. Своеобразные постройки словно сами выросли из этой земли. Это зона слияния Черной Африки и Магриба. Здесь происходило смешение культур. Ибо города, в которых процветала торговля, всегда привлекали путешественников и интеллектуалов. Мечеть Джен и ЮНЕСКО Мечеть Джен и ЮНЕСКО внесло в список объектов, имеющих статус всемирного наследия. Здесь некогда основывали университеты, древнейшие на планете. Я люблю здешних людей. С незапамятных времен здесь курсировали караваны верблюдов, плавали лодки. Эти рыбаки управляют своими лодками так же, как в древности, а при их постройке используют любые подручные средства. Сейчас паруса они шьют из старых мешков, в которых им привозили гуманитарную помощь. Прежде, они должно быть ткали их из волокон местного папируса. домашний скот всегда там, где хозяева. Здесь это основное богатство. То, что вы видите, я снимал еще два года назад, а теперь я снова вернулся на эту землю. То, что я тут увидел, внушает ужас. Здесь была страшная засуха. А потом прошли затяжные дожди. Погибла половина поголовья скота. Ты мне подарила один из самых красивых кадров этого фильма, когда улыбнулась. Я за тебя тревожусь. И я хочу тебе сказать, что я люблю тебя. Ведь ты еще не знаешь, что мы с тобой часть одной большой семьи. Конец первой части. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Париж Париж — мой город Здесь я родился и вырос Это мой Париж Мой дом В Кенийском заповеднике я стал фотографировать животных А свои первые фото с воздуха я сделал в Париже Это моя территория, я знаю ее наизусть Тем не менее, когда я поднялся над Парижем впервые, я для себя открыл его заново Когда перемещаешься в воздухе, все обычное становится иным, новым Многое из того, что незаметно на земле, становится заметным с неба Пролетая над родным городом, я созерцал его прошлое Я задумывался о тех, кто когда-то его основал Они были простыми рыбаками Их привлекала тут река Ибо она давала им пищу Окрестные болота и леса обеспечивали их строительным материалом и топливом Так и в наши дни возникают на земле города Париж строился медленно Нотр-Дам возводили без малого 170 лет А сейчас, чтобы построить небоскреб, нужно всего лишь два года Полжизни я провел, облетая землю и наблюдая за жизнью ее обитателей Все, чему я научился, фотографируя в Африке живую природу, я применил в аэрофотосъемке Игру святые тени, использование телеобъектива, позволяющего передать детали Сверху наши города кажутся мне составной частью природы Они напоминают большие лесные муравейники Снимая фильм «Дом», я возвращался в те страны, где успел побывать за 30 лет своей деятельности И в каждой стране я видел тревожные знаки и свидетельства, требующие нашего внимания Итак, продолжим наше путешествие Субтитры создавал DimaTorzok Многое видно с высоты небес Довольно быстро начинаешь понимать, как люди живут, как они двигаются Понимаешь их религию, их работу, модели поведения Вот почему мне, как вероятно и каждому человеку, нравится на все смотреть сверху Дом, история путешествия, часть 2 Документальный фильм Жанна Артюса Бертрана Свазиленд Давайте продолжим наше путешествие по Африке Вы, наверное, решили, что мы в Швейцарии Но это Свазиленд Эта маленькая страна, гористая и зеленая, расположена в южной части Африканского континента На склонах холмов и в долинах мы обнаружили эти поля Они словно яркие мазки, нанесенные искусной кистью прямо на земле Сразу можно заметить, что тут работал не трактор Трудился человек и его домашние животные Очертания неровные, кое-где смазаны Я, как фотограф, всегда ищу такие вот графические образы Созданные человеком, который трудится на земле Сразу видно, что повсюду занимаются сельским хозяйством А земля часто кажется необъятным, обработанным полем Когда мы смотрели на этих детей, которые нам кричали и махали Мы уже знали, что здесь средняя продолжительность жизни самая низкая 32 года Да, 32 Это из-за СПИДа Такие данные приводятся в докладе ООН Вот почему мне так захотелось приехать сюда и все вам показать Наделить кровью и плотью данные статистики Южная Африка Еще интересные сведения из доклада ООН Ни в одной стране мира нет такого вопиющего неравенства, как в Южной Африке Нельсон Манделла упразднил апартеид 15 лет назад Но апартеид денег еще остался С одной стороны богатые кварталы С другой трущобы, как и во многих местах нашего мира С высоты сразу видна вся картина в целом Субтитры создавал DimaTorzok А ведь эта земля отличается исключительно благоприятными природными условиями С юга ее омывают волны трех океанов Индейского, Атлантического и Южного Вот почему здесь такое изобилие рыбы Тут давно прижились колонии морских млекопитающих На основании этих кадров можно подумать, что для морских львов тут настоящий рай Но численность их каждый год уменьшается Они жертвы чрезмерного рыбного промысла, истощающего их запасы Кроме того, им приходится обороняться от рыбаков, которые на них охотятся Мы все время соперничаем со всеми прочими видами живых существ Вам известно, что остался уже лишь один процент от прежнего числа колоний морских львов Их спасли туристы Морские львы для них диковинка Эту скалу, последнее место их обитания, стали охранять Там, за пеленой тумана, эвкалиптовые деревья Я уже заметил Куда бы я ни приезжал, я вижу плантации эвкалиптовых деревьев Почему? Да потому что они нужны для получения древесной массы Из которой делают бумагу За последние 50 лет потребление бумаги выросло в 4 раза А эвкалиптовое дерево растет 10 лет Однако под ними ничего уже не вырастет Флора тут уже не отличается биологическим разнообразием Один лес не заменить другим Санто-Доминго В этом месте между Гаити и Доминиканской республикой довольно резкие отличия Хотя они и делят между собой один и тот же остров Одну и ту же землю на Антильских островах В Доминиканской республике лес берегут Гаити Но стоит лишь пересечь границу, чтобы увидеть, как деревья безжалостно истребляют Ради древесного угля У 80% населения другого топлива нет А деревьев тоже почти не осталось Прежде производство угля было для гаитянских крестьян лишь дополнительным источником дохода Но теперь из-за эрозии почвы на ней почти ничего не растет И древесный уголь прочно занял в их жизни первое место Вот и порочный круг Чтобы прокормиться, крестьянам приходится уничтожать деревья А почва из-за этого становится все менее и менее плодородной Страна эта настолько бедная Что древесный уголь стал основной статьей товара обмена на рынках Порто-Пренса Столицы острова Сейчас Порто-Пренс — это бесконечные трущобы, в которых проживает более половины населения Чтобы выжить, страна нуждается в иностранной помощи Какое же будущее ожидает ее жителей? Кажется, у них есть только одно решение — искать работу в чужих краях Только вот кто их там ждет? Мадагаскар На этом острове у берегов Восточной Африки Еще одна бедная страна, страдающая от последствий вырубки деревьев Из-за давно вошедшей в обиход практики — засевать на выгоревших просеках В отличие от Гаити, страна эта еще очень дружелюбная И меня всегда трогает теплый прием и наивность местных жителей Когда столица Мадагаскара Антона Нариву осталась позади, мы увидели, как делают кирпичи Сверху казалось, будто в процессе раскопок обнажаются стены древнего города В поисках дополнительного заработка крестьяне делают кирпичи, которые потом продают Изготовляют их они весьма необычным способом Предварительно просушенные кирпичи тщательно выкладывают в определенном порядке Чтобы жар в них распределялся равномерно О, Цинги Это место я просто обожаю В переводе с местного наречия это означает «на цыпочках» Оно напоминает мне асфальтовые джунгли Нью-Йорка Цинги — это совершенно непроходимый для человека лес, выросший в скалах Деревья укореняются в каждой трещине скалы и устремляются вверх Скальная порода довольно мягкая Основа этих скал — древние кораллы, постоянно подвергавшиеся воздействию ветра и воды В процессе формирования кораллы поглощали углерод, растворенный в океанских водах Так образовалась известковая корка Удивительно, ведь весь известняк на Земле произведен живыми организмами Фактически, эти скульптурные формы — ничто иное, как груда их скелетов Чат Продвигаясь дальше на север, мы попадаем в Чат Вулканы Тибесте мне напоминают, как и в Исландии, о том, какой суровой планетой была наша Земля до появления органических форм жизни Этот регион все еще опасен, ибо здесь то и дело вспыхивают восстания Здесь мы снимали с самолета, так как на вертолете летать небезопасно В этой стране, расположенной в самом сердце Африки, некогда было внутреннее море — озеро Чат Воды которого омывали границы четырех государств Оно не очень глубокое, и уровень воды в нем претерпевал естественные изменения Но в 60-е годы прошлого века оно потеряло 95% водной поверхности Сейчас оно получает очень мало воды от питающих его рек Отчасти это обусловлено изменениями климата Отчасти тем, что вода этих рек используется для орошения полей Всюду одно и то же, как мы уже видели в Индии и в Казахстане Но население приспособилось к естественным изменениям уровня воды в озере Люди веками вырабатывали образ жизни, всецело соответствовавший их природной среде Некоторые племена ведут замкнутый образ жизни и селятся на озерных островах Но когда озеро пересыхает, острова становятся частью суши Смогут ли эти племена жить вместе с другими? И что будет, если озеро окончательно высохнет? Эти млекопитающие встречаются только здесь Их называют тут каури Рога им помогают держаться на воде Они к ней адаптировались и плавают от острова к острову в поисках пропитания Когда темнеет, пастухи жгут костры, чтобы защитить каури от москитов И они инстинктивно спасаются от насекомых в дыму Я и прежде видел, как костюр окружают животные Но в чем тут дело, понял только теперь Здесь на наших глазах происходит экологическая катастрофа Как на Аральском море Правда, не столь драматичная Но столь же разрушительная Хотя о ней мало кто знает В фильме, затрагивающем судьбу нашего мира Я не мог не снять гигантские лагеря беженцев на северо-востоке Чада Близ границы с Суданом Здесь, посреди пустыни В десяти лагерях живут 350 тысяч человек Большинство из них, хотя и не все, из Дарфура, что в Судане И из Центральной Африканской Республики Есть тут и местные жители Они пришли сюда жить, поскольку тут их обеспечивают всем, чего нет в их деревнях Пищей, водой, лекарствами, школьным образованием Но здесь нет условий для того, чтобы лагеря могли сами себя прокормить Все приходится привозить Им привозят даже воду Местное население, как и в Гаити, полностью зависит от международной гуманитарной помощи Порой я думаю, каково это Родиться и вырасти здесь И полностью зависеть От помощи извне Каким бы тогда я видел этот мир? Чему бы я тут научился? На какое будущее мог бы рассчитывать? Страшно даже подумать, что все эти люди Никогда не покинут лагеря, которые со временем станут городами Начиная с 2008 года, то есть когда мы стали снимать наш фильм Почти 20 миллионов жителей Ушли со своих исконных мест обитания Из-за изменений климата Я полагаю, что это поворотный пункт всемирной истории Проблемы, возникшие в связи с климатическими изменениями, стали куда важнее тех, что породила война Мавритания Мавритания еще одна страна пустыни Помню, когда-то я мечтал заснять самолет, пролетающий над песками Чтобы камера сопровождала его тень, скользящую над дюнами На рассвете дюны словно вылеплены лучами света А их причудливый узор не подвластен времени И, как всегда, образ создается светом Картина пустыни не будет полной без дромедаров Картина пустыни не будет полной без дромедаров Одногорбых верблюдов У мавританцев их пока еще много Ни одно животное не приспособлено лучше дромедара к жизни в пустыне Он может служить прекрасным примером в учебном пособии по эволюции Его светлая шерсть отражает лучи солнца Высокие копыта защищают ноги от раскаленного песка А худощавое тело предоставляет испепеляющему солнцу лишь минимум своей поверхности На обратном пути в Нуакшот, столицу Мавритании Мы заметили между песчаными дюнами тонкую движущуюся цепочку Издали напоминавшую колонну муравьев Это был караван из сотни тяжело навьюченных дромедаров Что это был за груз? Этого я уже никогда не узнаю Это было видение из иных времен Оно словно вышло из сказок Тысячи и одной ночи А потом нашим глазам предстала иная картина Вот этот караван, современный Об этом поезде говорят, что он самый длинный, самый медленный и самый неудобный во всем мире Он перевозит железную руду с рудников, расположенных на севере страны До порта в Нуадибу, где ее погрузят на корабли и отвезут в Европу Когда поезд останавливается либо замедляет ход, на крышу тотчас карабкаются непрошенные пассажиры Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы тоже направляемся в Нуадибу, основной рыболовецкий порт Мавритании, расположенный неподалеку от одной из самых живописных долин африканского побережья — Банк-Дарген Прямо у мавританского побережья холодные потоки Северной Атлантики встречаются с теплыми течениями, и из океанских глубин поднимается вода, богатая органической пищей В прибрежных водах Мавритании много рыбы, поэтому здесь столько рыболовецких судов Мне хотелось коснуться вопроса о чрезмерном рыбном промысле и заснять, как с судна забрасывают сеть Но осуществить это желание было очень трудно Два года мы пытались добиться разрешения на такую съемку, но ни один из судовладельцев, даже в Европе, не хотел взять нас на борт Нам разрешили это здесь, в последний день съемок Все как всегда, если есть какая-то проблема, то запрещают снимать И вот почему Взгляните на размеры этих траулерных сетей и неводов Под таким грузом рыба превращается в мессиво 96% рыбаков всего мира ловят самым примитивным способом, но предъявляют лишь 30% улова Сенегал Они страдают от жестокой конкуренции и из-за того, что запасы рыбы радикально уменьшились В Каяре, неподалеку от Дакара, рыбаки прямо на берегу делят улов на несколько частей Что-то идет на продажу, что-то отдают старикам Это своего рода пенсия, которую назначает рыбацкая община С традиционным рыболовным промыслом связана целая социальная организация И молодым рыбакам вступить в нее непросто Своя организация есть и на свалке мусора на окраинах Дакара Свалка растянулась на несколько километров И каждый день сюда свозят тысячу тонн мусора Свалка становится городом 1200 человек нашли здесь себе пристанище Они перебирают мусор в ядовитой и удушливой атмосфере Ведь это приносит доход Случается, что они зарабатывают больше, чем государственные чиновники в Дакаре Они учредили общину, платят за медицинское обслуживание Но люди из всех других социальных групп смотрят на них свысока Гибралтар Гибралтарский пролив Пролетаем над ним в вертолете Я думаю о сотнях никому неизвестных смельчаков Которые гибнут каждый год, пытаясь добраться до этой скалы Для тех, кто живет в Африке Гибралтар – это символ новой жизни Можно ли запретить мечты о лучшей жизни? Ведь это то, к чему люди стремятся испокон веков Испания Знаменитые теплицы Альмерийской пустыни в Испании В них нам тоже запретят съемку Здесь, в чудовищных условиях, хотя власти это и отрицают Работают 100 тысяч человек, в основном иммигранты Это сущий ад Как в социальном, так и в экологическом аспекте Но для иммигрантов это рабочие места Пролетая над Андалузией, я поразился, сколько тут оливковых деревьев Снимая эти холмы, уходящие за горизонт Я понял, почему Испания – ведущий производитель оливкового масла на нашей планете Но я прилетел в Испанию снимать иной вид культивации Использование энергии Солнца Испания и тут хочет завоевать первое место Эти зеркала передают солнечные лучи на теплоэлектростанцию Вода нагревается Пар приводит в движение турбины А они производят электричество Никакой атомной энергии, никакого угля Источник энергии – только Солнце А здесь применяют иной способ использования солнечных лучей Эти фотоэлементы обеспечивают электричеством 20 тысяч домов Когда мы тут снимали, это была крупнейшая в мире электростанция такого рода Пусть энергия Солнца не такая мощная по сравнению с углем, газом, нефтью и прочими Зато она есть всегда и везде И на Гаити, и на Мадагаскаре, где катастрофически не хватает энергетических ресурсов Энергия Солнца, несомненно, поможет нам справиться с угрозой климатических изменений Греция Каждый год, летом, это повторяется снова и снова И здесь, в Греции, и в Португалии, а также в США, в Австралии И во многих других странах мира горят леса Когда мы снимали фильм «Дом», мы все время были готовы отправиться в любую точку планеты, где разразилось это бедствие В августе оно постигло Грецию Когда деревья уже обрядились в свой волшебный осенний наряд Особенно поражает следующий факт Те участки лесного массива, за которыми ухаживают, огонь обходит стороной Отдаленными и труднодоступными территориями люди обычно пренебрегают Поэтому безжалостный огонь действует там безнаказанно Именно в этих местах мы вновь должны обрести свое место И мы обязаны их защищать Кроме того, я убежден, что наше сельское хозяйство должно приобретать все более местный характер Ближе к городам Поэтому эти территории нам еще пригодятся Нидерланды В Нидерландах 60% населения живет на земле, отвоеванной у моря Участки такой земли называют польдерами Вот уже семь веков голландцы осушают, копают, строят плотины И земли, пригодные для сельского хозяйства, становится все больше Ветряные мельницы дают энергию, необходимую для того, чтобы отводить воду в каналы Эти польдеры под угрозой Из-за изменений климата море может их вновь поглотить В поисках решения этой проблемы Нидерланды осуществляют совместные проекты с Бангладеш До этой страны тысячи километров Но там те же проблемы Скоро мы увидим большие цветные полосы Которые будем снимать 15 дней в году, когда тюльпаны начинают свисти Это самое яркое место на планете Собирать будут одни только луковицы Селекционные виды тюльпанов выращивают тут уже 4 столетия С тех самых пор, как их впервые завезли из Атаманской империи Но все эти красоты требуют огромного количества пестицидов Здесь на каждый гектар земли идет больше пестицидов Чем где бы то ни было в мире Франция Эти необъятные желтые пространства Рапсовые поля Я часто пролетаю над Францией И вижу, их площадь стала больше В три раза за последние пять лет Почему? Ради биологического топлива Из масла рапсовых семян получают Так называемую зеленую нефть Но масла, которое можно получить со всех рапсовых полей страны Не хватит даже на то, чтобы обеспечить топливом Хотя бы только французские автомобили Меня упрекают, что в фильме «Дом» я не коснулся проблемы атомной энергии Но как раз по этой теме у меня много материала Во Франции на заводах комплекса ГААГА Перерабатывают не только наши ядерные отходы Но и те, что привозят из Англии, Германии, Японии и Австралии Здесь хранят самые опасные отходы И производят материалы, которые будут радиоактивными еще сотни тысяч лет И площадь комплекса ГААГА все время увеличивается Я не собирался устраивать прения по этому поводу Мне не хочется выслушивать то же самое, что говорят уже 40 лет Как противники атомной энергии, так и ее апологеты Уверяющие, что никакой опасности нет Украина Это очевидная ложь Фактор нулевого риска не существует Я снимал Чернобыль, город призраков, где взорвался один из атомных реакторов Леденящая душу красота этих образов Служит свидетельством огромной опасности, которую таит атомная энергия Принять ее означает принять во внимание и ее угрозу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Долгое время я был ее противником, как большинство борцов за экологию Но это было до того, как я осознал опасность изменений климата Поэтому сейчас я не знаю, что вам ответить Эти вопросы нуждаются в широком обсуждении Полагаю, мы уже достаточно зрелые, чтобы вместе решить Какие источники энергии подходят нам лучше всего Во всяком случае, урана на нашей Земле стало меньше Австралия Мне, фотографу разработки урановых месторождений с высоты Кажутся фантастически красивыми Желтый цвет урана смешивается с цветами других металлов, которые содержатся в руде Такое ощущение, словно передо мной сильно увеличенные детали картины художника-импрессиониста В такие минуты мной всецело завладевает красота Я любуюсь текстурой, формами, цветом Я забываю, на что я смотрю и вижу лишь прекрасный образ Как и здесь, над большим барьерным рифом у побережья Австралии Это самый крупный коралловый риф на планете Его охраняют как ценный природный объект Но как предохранить эти кораллы от изменений климата? Ибо даже незначительное повышение температуры воды может стать для них роковым А ведь они играют очень важную роль в жизни моря Новая Зеландия Лично мне эта страна кажется очень современной Нам всем захотелось тут жить 30% ее территории занимают парки и заповедники И в то же время уровень жизни здесь один из самых высоких на планете Ее девственные леса, горы и долины Делают ее самой красивой страной из всех, что мне довелось снимать Я хотел заснять на пленку цвета этой осенней красоты А потом я узнал, как они возникают В листьях, испытывающих воздействие солнечного света Содержится множество разных пигментов А осенью, когда хлорофилл в них отмирает Вместо зеленого цвета проявляются другие цвета Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы только посмотрите Это не облака Это ледниковая пена Мы так называем испарение от плавящегося ледника Они насыщаются ледяной пылью, которая образуется, когда ледник сталкивается с ледяными скалами А под воздействием света, который от них отражается, они приобретают молочно-голубоватый оттенок Новая Зеландия вырабатывает большую часть электричества благодаря этим дамбам Страна поставила перед собой цель В течение 10 лет полностью отказаться от угольного топлива Это позволит получать еще больше возобновляемой энергии Ограничить выделение вредоносных газов и сохранить леса Я полагаю, это одна из тех стран, которые могут указать нам верный путь За ней будущее Вот почему я хотел тут снимать Дубай В Дубае мной владели совсем иные чувства Здесь поднимают с морского дна миллионы тонн песка И возводят искусственные архипелаги в форме карты мира Здесь нет своих природных ресурсов Возят все, в том числе и рабочую силу И ради чего? Чтобы сооружать изысканные виллы для миллионеров? Снимать в Дубае было очень трудно Лично мне получить разрешение так и не удалось Нам пришлось вызвать еще одну съемочную группу Под тем предлогом, что мы хотим снимать рекламный фильм Я твердо решил запечатлеть на пленке всю эту чрезмерную роскошь Зачем так изощряться и строить самые высокие башни в мире? Разумно ли прокладывать лыжную трассу в пустыне между двумя автострадами? Дубай явно стремится к тому, чтобы стать городом будущего Но мне кажется, что он уже отошел в прошлое На должной высоте должны быть наши идеалы А не архитектурные излишества Можно ли в этом кого-нибудь убедить? Я честно делал попытки Но не преуспел Саудовская Аравия Вот почему мне захотелось поснимать в Мекке Я уже видел снимки людей, совершавших паломничество Я никогда еще не замечал в лицах такого искреннего пыла Сам я пойти туда не мог Ведь только мусульмане могли пройти за священную ограду Поэтому мы послали туда оператора-мусульманина Который отснял замечательный материал Вы только посмотрите, какое зрелище Как единодушно движется эта живая толпа Многие всю жизнь откладывали деньги, чтобы приехать сюда и здесь помолиться Зрелище тысяч людей, которых собрала здесь вера в то, что бесконечно их самих превосходило Вызывало ощущение гипнотической силы Чувствовалось могущество веры Которое позволяло верующему выйти за свои пределы Именно это я и хотел заснять Франция В том же духе мы снимали католиков летом 2008 года, собравшихся на площади, чтобы увидеть Папу Римского Мне тогда захотелось сказать Почему бы нам не найти в себе веру, которая даст нам сплотиться и сохранить наше общее жизненно важное благо Воду, леса, океаны, климат Мне так хотелось поделиться с другими своим утопическим проектом, но ничего не вышло Израиль Сам я не верующий Но я глубоко уважаю те позитивные ценности, что несут в себе все религии мира Ведь каждый хочет стать лучше и чище Когда я пролетал над Иерусалимом и видел церкви, мечети и синагоги, тесно связанных друг с другом трех религий Мне покоя не давало мысли о том, что город, который должен был стать символом мира, стал фактически источником расприи А когда я увидел стену плача, у меня просто нет слов А-а-а-а-а Иордания Совсем рядом на берегу Мертвого моря лежит Иордания Мы пролетаем над величественной пустыней Водирам И перед нами Петра, сокровище культуры Оно сохранилось в отвесных скалах каньона Вплоть до третьего века это место утопало в роскошных садах с прохладными фонтанами Сложная система водосбора и ирригации заставляла караванщиков устраивать привал Все тут было вырублено в скалах Когда-то здесь обитало множество людей Ныне остались лишь одни руины Что сгубило этот город? Климат? Экономический кризис? Эпидемия? Могли ли те, кто его строил, вообразить себе, что некогда он придет в упадок и погибнет? Нет Когда они его строили, они думали, что это на века Возвращаясь назад, мы случайно, в самом сердце пустыни, обнаружили этот причудливый сад Он был похож на мираж Его тут устроили для одного богатого эмира Источник воды, да и исторический водоносный слой Ему без малого 20 тысяч лет, но ему уже не возродится, ибо резервы его на исходе Пилот мне сказал Когда есть деньги, можно делать все, что пожелаешь Он был прав Этот сад поистине все, что пожелаешь Габон Когда я впервые оказался в Габоне, меня переполняли чувства Передо мной раскинулся экологический рай Тут было все, что я хотел уберечь Но жить в этих лесах я бы не смог Мы лишь недавно стали понимать, насколько важны для нас эти леса Хотя они от нас так далеко Ведь они помогают поддерживать всеобщее равновесие Где у всего есть свое место И от которого мы всецело зависим Больше невозможно в одном месте сберегать, а в другом расхищать Ибо все взаимосвязано Ибо все взаимосвязано Субтитры создавал DimaTorzok Эти четко очерченные круги Эти знаки на песке То, что я всегда искал То, что я снова надеюсь найти Это круглые отверстия гнезда рыбы тилапии Их сделали самцы, чтобы привлечь сюда самок Когда самке гнездо по вкусу, она в нем отложит яйца А потом я увидел этого слоненка Мы пролетали мимо целого стада Он от него отбился Потом вернулся по своим следам И попытался на нас напасть Никогда еще не видел, чтобы слон напал на вертолет Я это счел проявлением здоровой агрессивности И расценил ее как знак Я ему явно мешал Габон, несомненно, единственное место в мире, где на побережье можно увидеть слона Габон, несомненно, единственное место в мире Среди выступавших из моря газовых факелов В которых сгорали отходы нефти Мы неожиданно заметили китов Некогда именно нефть дала китам шанс В начале 19 века на них охотились Их жир жгли в масляных лампах Им смазывали детали машин Когда же его стало не хватать Постепенно его вытеснила нефть Для китов она стала спасением Парадокс или иллюзия? Ибо охоту начали снова Итак, мы вместе завершили наше путешествие Да, действительно, защитниками экологии не рождаются, ими становятся Работа над проектом «Земля» ведь сверху меня преобразила Да, преобразила Ибо земля наша еще прекраснее, чем я себе воображал Да, преобразила, ибо я видел и засвидетельствовал наше воздействие на природу Сенегал, пляж в Дакаре Когда я родился, лет 60 тому назад Нас на земле было 2 миллиарда А сейчас около 7 И многие, как это молодежь на пляже в Дакаре, мечтают жить, как мы Меня преобразили встречи с учеными на полях экологических битв Ведь они нам давно посылали сигналы тревоги, а мы не прислушивались Мы не желали верить в то, что сами давно уже знали Меня преобразили все, кто посвятил себя борьбе за выживание планеты Вам известно, что в одной только Франции 13 миллионов добровольцев Я видел, что бескорыстное служение приносит счастье Я многое обрел, многому научился А теперь я хочу передать все это вам Ради дальнейшего свидетельства Для этого я и снимал этот фильм Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин